Я видел сосцы. А есть звук чесания в груди в микрофон? Вот сейчас будет. У тебя не потеют ноги? У тебя не потеют? Потеют. Удобно ли говорить, но... Как сказать? Я сейчас просто в платье свадьбу, ладно. В общем, без подробностей. Можно мы на монтаже будем присутствовать? Я еще раз спрашиваю. Друзья, Men's House Journal не перестает экспериментировать. Не только красивые барышни, не только звезды, не только бизнесмены или леди с остальными яйцами. Леди. С остальными яйцами. Сегодня мы решили взять интервью у топовых ведущих Днепра. До этого дня. Добавь там... И довольно известных ведущих по всей Украине. Также резидентов проекта «Импровизация ведущих». Также здесь есть глава этого проекта «Идейный вдохновитель». С нами сегодня Сергей Тримпалец и Евгений Щербаков. Здорово, мужики. Че, как вы? Слышишь, сразу скажем, вот эти, да, камеры? Сразу скажем, зачем этот образ? Для того, чтобы хоть это интервью вы досмотрели до конца. За основу идеи интервью мы взяли такой постулат, что круто, когда ты ведешь свадьбы, начинаешь думать как невеста. Безусловно, ребята, они ведущие многих мероприятий, не только свадеб. Но лето – это разгар свадебных вечеринок и вообще свадебных церемоний. Поэтому мы их сегодня раскроем как свадебных ведущих. И они уже начали думать как невеста. Я так что думал, да, как невеста. Че надумал? Че надумал? Сейчас я боюсь, что уже будут звонки, типа, алло, мы там предоплату давали? Ну, наверное. Да, кажется, не, не получается. У нас там кот заболел. Смотрите, как топовые ведущие, вы, вот как, можно вас подать как сервисы, да? Вот ваша фишка в том, что вы реально уникальны, и каждый из ваших клиентов, он именно идет к вам. Именно за вашей манерой подачи, именно за вашим каким-то даже вот сопровождением их праздника. Насколько вы уникально относитесь к каждой паре, которую вот вы берете под опеку свою, проводительскую? Очень уникально. Мы пытаемся просто побыть на месте невесты. Я вижу. Мы пытаемся вот проникнуть просто вот всем настроением. Что из невесты испытывает в платье с корсетом? И скажи, пожалуйста, вот когда ты одевал это платье с корсетом, ты понял вообще, что невестой быть нелегко? Я это понял, я понял. Я побуду женихом, да, как и прежде. Как и прежде. Как и никогда пока что, да? Как и никогда пока что. Когда мы надевали платье, мы чувствовали легкое волнение, трепет. И узелок сзади. На корсете. На корсете, да. На корсете. Вот, действительно, возможно, к нам приходят уникальные клиенты, можно назвать. Да, мы оказываем некую услугу, некий сервис организации проведения праздников. Но и по нам, наверное, видно, или мы выбираем такой формат, где в основном эксперимент очень важен во всем. Вот, чтобы это не казалось каким-то, не знаю, шаблоном, одинаковым, одинаковой позицией на каждой свадьбе. Поэтому будь всегда разным, но при этом оставайся самим собой. Какой процент свадеб? Насколько часто в итоге это все скатывается уже по пьяной лавке к слушать? И давайте по гоцам подвергу сердючку, или там, а давайте конкурс с прищепками, или там раздави шарик попой. Конкурс с прищепками и шарик попой не было много-много-много лет. И, в принципе, скат... От ведущего, на самом деле, я раньше недооценивал работу ведущего, роль ведущего на вечере. Сейчас я понимаю, что все меньше и меньше свадеб скатывается. Вернее, за последние несколько месяцев вообще ни одна свадьба не скатилась до, ну, скажем так, не очень культурного вечера. Ведущий же сам, например, понимает, какое настроение у гостей, понимает, где подрегулировать, какие гаечки подкрутить, чтобы вечер запомнился всем классным, вкусным. И чтобы невеста не плакала, не плакал, чтобы невеста не плакала в конце. Не плакал жене. Сереж, как ты относишься к традициям? Например, знаешь, есть на свадьбе там мыть ноги, там пить воду, медведи, цыгане, там, не знаю. Ну, все это знают, вот эти ай-н-н-н. Мне не удавалось помыть ноги. Да, мы это скидываем. Просто возьмите эту фразу в контекст, да. Сережа, не удавалось помыть ноги. Еще не дотягиваюсь, да, вот впервые, сегодня помою. Курлсет мешает. Ну, в общем, сейчас, наверное, какая-то тенденция идет к нескольким традициям. Я не имею против ни одной из традиций, которые я сам же и предлагаю, если... Ты такой традиционный больше парень, да? Ну, типа, например, а давайте сейчас молодожен, как на еврейской свадьбе, там, поднимем на стуле. Ну, по четвергам иногда выхожу за рамки. Бывает не сильно традиционный, да, в формате какой-нибудь передачи. Вот, ну, а так традиции... Платят на 100 долларов больше. Там же и 2 дни денег. Традиции я в основном не навязываю, я даю выбор и объясняю, если вообще человек никогда не был на свадьбе, для чего эта традиция, зачем ее нужно, возможно ли без нее эта свадьба пройдет и она останется в покое. Вот, поэтому традициям вообще адекватно, к адекватным традициям хорошо относится. Вот, отличное слово «адекватные традиции». Что было вот на вашей шкуре из самого неадеквата в традициях, когда молодец? А, я забыл, я хотел допомнить про сердючку, что сердючка в формате приглашенного артиста я вижу почему-то, ну, как... Ну, как бы не дешево, это не самое последнее мероприятие будет. Человек, который в окно сейчас встал и смотрит, такой, чтооо, антифриз, так работает. Женщик, который мне предоплату дал недавно, просит забрать сейчас, марки, не, бро, не, подарки не отдал. Короче, сердючка как шоу-программа, я ее вижу, но музыка, если в формате типа Стёба, вот сейчас прикольчик, я поставлю сердючку, как прикол возможен, как маст хэв плейлист, который должен прозвучать, это антитоп. Честно, у меня прям трэша жесткого не было, ну, как, опять же, трэш это, ну, все трэш, для кого-то же это нормально, для кого-то нет. Ко мне приходят заказчики, которые кайпуют от моего формата, от моей манеры проведения, и априори уже приходят такие, те, с кем мы на одной волне. Для меня самый трэш сейчас почему-то это сбор денег, любых денег, вот. Да, да, согласно. Потому что, ну, не знаю, какая-то... Потому что уже, по-моему, все, все, что можно было выложить на подарок, на цветы, на одеться, на накраситься, не дай бог, купить себе новые туфли. Да платье, не забываем. А тут еще, а соберем молодоженам в банку, а за девочку, а за мальчика. Поэтому, даже если есть позиция, ой, давайте погадаем на мальчика, на девочку, можно поштурмить и предложить какой-то аналог более адекватный, где нету сбора, но есть, этот момент соблюден, но... То есть, кидаем, например, там, за мальчика вилки, за девочки ложки. Ну, например... Вот, это... По-моему... Твой вариант, на прошу свадьбу. Твою мать, класс! Фишки не такие уж и фишки, оказывается. Народ пошли. Мне кажется, многим зрителям показалось, что мы, типа, вдвоем, в плаке... Ходим по городу. Нет, это не так. Ходим по городу. Ходим по городу, у себя в квартире дома живем вдвоем. Вдвоем? Нет. Мы нормальные. Я понимаю, это, типа, странно выглядит. Это интервью оправдание. Все, поехали, нам все равно, да. Пусть думают. Следующий вопрос. В силу вашего опыта, часто ли вы видели наперед, что какие-то будут факапы либо непредвиденные ситуации, которые вы прям спасали? Мы прям пишем сценарий с факапами сразу. И спасаете их? Мы просто, да. Мы не проводим факапы просто. Мы вот так вот. Мы пишем так, а не проводим их. Ну, я всегда предупреждаю, наверное, невест или там жениха, но в основном это невеста, потому что... Ты чувствуешь ее больше просто. Неделю. Да, я просто уже вообще буду, да. Просто из-за алло, Ирочка, да. Ну и что там? В шпильке встретимся, попоем. Короче, есть такая тема, но я ее называю синдром невесты, когда там за неделю до мероприятия, до события ее... У нее начинаются месячные. Самого главного в жизни. Возможно, она мне об этом не говорит. Не говорите без... Да, но... Происходит такое, что, алло, нужно встретиться, у нас все плохо. Флорисы подвели. Да, все не подготовлено, все ужасно. Дождь будет идти, открытая площадка. Я раньше как-то думал, блин, ну странно, вот же все, вот по факту мы готовы. Поэтому лояльно отошусь, мы встречаемся, обсуждаем еще раз, даже по детально, по пунктам, которые уже готовы. Оно успокаивается. Я просто... Я нет. Да, просто час жизни опять с ними провел. Ну, бери почасовок. Есть такие люди, которые берут почасовок и не страдают от этого. Таком косинологии берут почасовок. Все правильно сказал Сережка, я согласен. Ситуация. Вы перед свадьбой узнаете, что жених на мальчишнике отодрал несколько телок, да, то есть, и вам нужно понимать, что вам сейчас нужно говорить там, невеста, жених, жениться как одного, любовь на всю жизнь, а вы знаете, что он по тоску. Тебе говорили перед церемонией такие истории? Слушай, я там это драл, вот эти, они вперед, их можно вперед посоединить? Мне там о любви поговорить что-нибудь, свадьбу все-таки. Ну, просто такого не было на самом деле, ну, окей, если смягчать все ситуации. Ну, вы случайно узнали, то есть, вы тоже гуляли на этом мальчишнике. Ну, это гипотетическая ситуация. Такого пока что не было, но если была бы, не знаю, мы же не враги сами себе, мы не враги мероприятий, то есть, у нас высшая цель, чтобы все кайфанули, в том числе, ребят молодые. То есть, не везде твоя правда нужна. Жених вообще кайфанул тоже нормально, в принципе. Окей, ну просто не везде твоя правда нужна. Типа, ребят, у меня подмышка вспотела, это тоже никому не надо. Я еще много могу правды сказать, которая типа правда, но она здесь неуместна. Перефразирую. Сейчас мы поговорили про мужика неверного, да, и он такие, ну типа, ок, ну изменил. А сейчас мы говорим про то, что вот вы в коалиции, да, все мужики типа, и тут вы узнаете, что невеста потаскуха. Как тут быть? Мне кажется, просто с этой информацией можно играться. Прикольно. И помогать лишних одна раза. Поверно нас наиграться, говорит, блин. Фотоконкурс какой-то. Угадай кто. По тоску. Да, да, да. Лотерея типа, ну викторина там типа, с кем? То есть имена мужики, там подсказка 50 на 50 или там 2 на 2 или 4 на 4. Типа, что для вас? Отлично. Поэтому мне кажется, просто эту информацию… Приберечь для увеличения гонорара. Да, и количество синяков на лице у ведущих. Тоже. Но не будем как бы таить греха, вы оба два красавчика. Привлекательные мужчины, такие альфа-самцы. Сейчас, вот тут стоп-кадр. Рассмотрите нас, пожалуйста. Был ли такой момент, когда на встречах перед свадьбой или же во время свадьбы вы от невесты на себе как минимум ловили флирт с собой, да? Либо уже прям какие-то такие вот там как бы… Хотела бы что-то с вами бы немножко больше. Вот невест… Ты пролапанья ногой под столом, ты об этом? Да вот вообще. Вот невест нет, но флирт неизбежен, мне кажется. От невест нет, от женихов, да. На любое… В таком виде от женихов флирт неизбежен. Вот, но флирт неизбежен он на мероприятии. Вот я заметил это… Ни разу избегал, реально. Прямо это такая фишка, да, что вот невеста и ведущий у них какая-то между собой, да, такой происходит? Мы команда, типа мы команда, мы друзья, это все… Есть определенная грань вот всему этому. Поэтому гости, подружки, вот, ну, я имею в виду слабый пол, женщины, которые окружают нас там в течение всего мероприятия. Я замечаю, что есть какое-то возможно, возможно, какой-то… Да, понятно, что это и мы перешагиваем их в зону комфорта в какой-то момент, но есть форматы мероприятий, где ты прям всех собираешь, как-то направляешь, ты есть центром этого всего движа. Да, понятно, что есть какая-то симпатия к тебе и доверие. Без этого вряд ли… Если человек к тебе не симпатичный… просто флирт – это может быть такое весомое громкое слово. Если человек тебе не симпатичный, ты вряд ли за ним пойдешь, вряд ли он сможет тобой манипулировать, что мы типа делаем, выводя там на конкурс или там спрашивая какой-то интерактив, задаваем вопрос и нам дают обратную связь. Поэтому, возможно, какой-то легкий флирт присутствует. Например, показатель, когда ты уходишь с мероприятия и заходишь там в Инстаграм, там 10-8 подписчиков каких-то вот ребят, людей с мероприятия. Это очень приятно. Это больше… Вот так ты становишься блогером и берешь бабки за рекламу. Ну, короче, это больше, это весомее, это вкуснее, чем гонорар полученный. Вот ты понимаешь, что это не одна разовая продажа. Этим людям как-то ты запал, что они такие… Ой, а чем он еще занимается? Больше чем ведением? А больше ничем. Ну, в принципе. А какие были самые нестандартные пары, может быть, церемонии, с которыми вам довелось встречаться? Помимо этой ведущих пары, помимо этой пары еще были, да? У меня была, например, свадьба украино-китайская, где жених китаец и примерно 60% гостей китайцы, которые, ну, немножко очень стиля не понимают меня. И тебя позвали просто посмеяться? Нет, кстати, ну, была переводчица, она такая была вальяжная, она, типа, гость-переводчица. То есть она ела котлету, и когда ей вздумается, она… Ну, ладно, я переведу. То есть динамика немножко хромала. То есть мы сэкономили? Весь гонорар просто ушел в тебя. Ну, как-то… Динамика… Давайте более аккуратные фразы. В меня ничего не выходило. Вот, и, короче, на самом деле это было прикольно, потому что как-то к концу мероприятия мы начали понимать друг друга с китайцами. Они начали прям, типа, понимать. Из нестандартных… Нестандартных? Да. Нестандартных. Скажите, да, из таких. Свадьба баптистов. Ну, это было начало моей карьеры, когда я брал все подряд, чтобы, собственно, из-за еду, из-за гонорара, который там 600, бартер, подписчики и так далее. Мне было интересно, это был некий эксперимент. Я такого еще не вел, там давали деньги, это было хорошее заведение. Это была странная, но немножко странная свадьба по сравнению с нашими какими-то традиционно-стандартными, назовем их так. Вот, но люди благодарили, все прошло, там, 4 часа было или там, 5 часов. Благодарили, приглашали к себе. Ну, все кто? Все, ну, вот, да, как-то аккуратно, со своими традициями. Пару книг. Попросили не шутить, в принципе. Моя свадьба, да. Ты сейчас должен был сказать, в принципе, как ты и делаешь данное мероприятие. Вот. Просто я вел определенными какими-то глаголами и прилагательными. Например, скажи. Садимся, кушаем, слушаем, пьем, внимание. Ну, там, и так далее. Глаголы. Внимание. Ну, то есть, на тот уровень ведения как раз было твое, да? Уровень ведения, да. Вот. Не играл никакую роль, да. Просто был забыл. Он был констататор фактов. Проект импровизация ведущих. Скажите, вот глобально такая вот цель, к которой идет этот проект? Площадка для того, чтобы показать себя, не показывая на сайте либо где-то еще. То есть, человек может прийти спокойно и выбрать себя ведущего. То есть, фраза типа, а можно всех посмотреть, вас там не пугает? Это самая рабочая фраза, наверное, на данном мероприятии, да. Есть люди, которые мало сарафана отзыва, видео, инстаграм, там, что там, видео, которое там. Рома, всем привет, я ведущий мероприятий, я говорю, что я могу. Вот этого. Мало, поэтому они хотят прийти посмотреть, насколько ты клево импровизируешь, но это тоже не показатель ведения. То есть, он придет туда, увидит, как человек шутит, импровизирует. Возможно, как-то апеллирует с хейтером, который там выкликнул в зала, но это тоже не даст момента провести обряд, традицию, классно прочитать там церемонию, каким-то там голосом размеренным. Например, на китайском языке. Например, да. То есть, это такая площадка, где можно посмотреть человека, пообщаться с ним после мероприятия. Возможно. Можно даже сфоткаться. Возможно. На минуту. Такой шансик. Вот. Поэтому это еще один пазл в ту картинку, чтобы сложить мнение о ведущем, которое я хочу видеть на своей свадьбе, который сделает ее, типа, вот как-то необычно, нестандартно, с помощью, возможно, даже вот такой импровизации. Даже я скажу со стороны участника, что для меня это еще показать еще одну грань. Что я не просто ведущий только и всегда 24 на 7, что я, в принципе, человек. Я могу и так шутить, могу надеваться не только в костюмах, я могу там просто тусить, танцевать. Прям всемогущий. Всемогущий. Сейчас тоже момент эксперимента, момент импровизации мы надеваем на себя образы. не материальные, не тканевые, а какие-то там. Сейчас ты дочка там таксиста, и ты уже такая как-то… И ты уже дочка таксиста. Каждую минуту-две-три быстро меняешь образы, в них вливаешься. Это такая прокачка импровизации и актерства. Люди будут посмотреть, что мы разносторонние люди. То есть люди могут быть разными всегда. Вот это одна из наших граней, которая прикольная. Молодежь в 2019 году это клево. Юмор, легкий юмор, ситуативный юмор, импровизационный юмор, актуальный юмор. То есть это все типа сейчас… Многогранный юмор. Экспериментируй. Это под интервью, да, специально? Мы придумали такую штучечку, да? И танец наш. И танец. Вот этот наш танец любимый. Да, мы и репетировали. Плохо не репетировали. Не, не, отлично. Давай чертали вопрос. Я все время задаю его девушкам. У меня первый раз выпала возможность задать его парням, не получить оплюху в лицо, потому что вы в женских платьях. Друзья, размер имеет значение? Размер платья? Да. Потому что зэка… Треснул платье. Где-то платье, да, его короткторой унесли. Я, в принципе, универсал, походу, да? Или как это называется размеры платья? Ты сейчас именно отшел. Чего? Ты давай прокомментируй, пожалуйста. Универсал это как? Это типа как 16,5? Я думаю, размер имеет значение. И вот все. И все, 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 согласно. А с чего? Микрофона, брюк, рюкзака. Гонорара. Да. Микрофона. Микрофона. Так вот про секс. Как вы относитесь в принципе к… Такой вопрос, то есть без всяких там тонкостей. А вот мы подобрались. А как вы относитесь? Ну… Как вы вообще относитесь к сексу на свадьбах? Вот… Просто секс на свадьбе. Там между свидетелями… Секс как вот… Атмосфера вечера. Очень клево. Да. Вот как типа маст хэв на свадьбах. Можно быть сексом? Посолить, откусить. Как атмосфера вечера, так клево. Да. У меня есть знакомый, который рассказывал, что у него был. Это не он рассказывал, не я. Типа знакомый, сам себя выдаю. Но они были типа там гость… гостья… Голые. Гостями. Гостями данной… данного праздника, да. И он рассказал, ну типа у нас есть некий челлендж в этом. Такой фетиш. Да. Вот типа надо, надо, надо. Ну типа и охота… Ведущий? Это ведущий? Не, не, не. Они просто гостями были. Ты его заинтриговал. Я такой думал, я сразу подумал, блин, ну я эту свадьбу мил. Я думаю, как бы я поступил, не как бы. Я понял, как бы я поступил, типа я узнав, типа они такие странные, блин, как странно. Да никак, это их жизнь, это люди, это… Ну типа людям приятно и тебе приятная атмосферка, там класс. Это же их типа какая-то фишка, их вот… Я… Приз дал бы какой-то. Ой, ну так быстро. Секундомерный экран был бы. Ну вот, в принципе, три минуты, да. Рекорд победы. Приятно. Вот вы бы лично, кого из ведущих взяли бы себе на свадьбу? Прикол в том, чтобы… Вот у нас будет у коллеги нашего… У коллеги нашего свадьба, он пригласил туда просто там всех ведущих. И там мы, как ведущие, там разбили это все по блокам, и каждый возьмет на себя… И сэкономил. Участь. Да, да, да. Зашибись. Друзья, как профессионалы своего дела, хочу от Сережи, от тебя, Жек, вот дать такой месседж молодоженам, которые уже там либо они латентные молодожены, либо они уже прям собираются под венец, как надо и как не надо делать на своих свадьбах, чтобы все было хорошо. В день свадьбы просто кайфовать. Если они выбрали профессионалов, они доверили… Я же не говорю хирургу, как-то типа меня резать или парикмахер, как меня стричь. Разные проведения отдайте, кайфуйте. Эти ребят, они лучше сделать свое дело, чем вы им подскажете. И такой важный момент – попасть в формат. Типа не сделать не для гостей, там не для родителей, а в первую очередь для себя. Но если только родители не платят за эту свадьбу? Ну тут есть такая оговорочка. Может быть, если платят, сделать потом вторую свадьбу для себя, вторую свадьбу, ну вторую свадьбу назовем ее, возможно в кедах, возможно уже просто в шортах, где-то там у бассейна, я хочу у бассейна, потому что жарко и так далее. Попасть в формат своим сознанием, своим чутьем. Вот это тоже важно, потому что, блин, мы кайфуем, мы кайфуем. А что происходит? Ну вот так вот все происходит. На самом деле от молодых очень передается энергетика, настроена всякость. Если у ребят на глазах печаль, то типа, а что нам, гостям, за них? Прикинь, ребята позалют и женятся, а там вообще другая история. Конечно, что им веселиться? Для этого у меня необходима встреча, чтобы понимать реальная цель вечера. Вот реально кайфануть или все-таки надо эту свадьбу? Чтобы ведущий был готов ко всем нюансам, с которыми он встретился на вечере. Это прям важно. Честно проговорить любые моменты, это прям важно. Просто есть такие моменты, когда я прихожу на встречу и понимаю, что, блин, у них немножко другой формат, который будет, возможно, некомфортный мне. Поэтому я готов предоставить. Я говорю, вам подойдут еще вот эти ведущие, пообщайтесь с ними. Они, может, смогут более, не знаю, качественнее сделать там те же какие-то конкурсы. Например, он говорит, нам нужны дурацкие конкурсы. Я предложу человека, который проведет эти конкурсы, круто это сделать в своем формате, будет в них сам играть. Это больше там играют чаще. Самы являются, а усложняются… Награждаю себя таким образом. Давай, поехали. Оуууу!' Спасибо вам огромнейшее, что вы, вообще, вот это пришли так, как и есть. Динамика должна быть в кадре. Когда выйти в процессе? Ну какая-то такое. Теперь поцелуйчики, поцелуй… Поцелуйчики, муа. Переоденемся в ненавистные джинсы, вот эти вот мужицкие, мерзкие, вот эти вот мерзопаковые футболки полбилка. Вот это сейчас в Люде выходить. Мерзота вот это вот все. Ну ладно, ребята, мы как-то редакция скинемся, заплатим за платье. Уходите как есть. Счастья вам, здоровьи. Нам еще букет бросать.